Московская соборная мечеть Главная мечеть России Тот, кто во имя Аллаха построит мечеть, Тому Всевышний построит дом в раю. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха. 23 сентября 2015 года, после масштабной реконструкции, в канун одного из главнейших праздников мусульман всего мира, Курбан-Байрама, состоялось торжественное открытие главной мечети России, нового комплекса Московской соборной мечети. Мусульманский храм, отметивший свое 111-летие, имеет уникальную историю. Старое здание мечети представляло собой образец татарской культовой архитектуры начала 20 века. Молельный зал был рассчитан всего на 800 человек. За более чем вековую историю Московская соборная мечеть, построенная еще в 1904 году, пережила страшные годы репрессий, Великую Отечественную войну и десятки лет советского атеизма. Однако, несмотря на все трудности, мечеть в Выползовом переулке всегда была открыта для верующих. Ни на один день не закрывала свои двери. Московская соборная мечеть уникальна, она имеет достаточно старинную историю, и эта история тесно переплетена с историей всего нашего российского государства. Каждый этап российской истории так или иначе отразился на истории нашей мечети. Неслучайно ее называют главной мечетью России. Сентябрьским, на редкость теплым и солнечным утром, по воле Всевышнего, мечеть, обновленная и невероятно притягательная, сияя куполами и очаровывая возвышающимися лазурными минаретами, вновь открыла свои двери. Гостями торжественной церемонии открытия стали президент Российской Федерации Владимир Путин, президент государства Палестина Махмуд Аббас, президент Турецкой Республики Раджеп Таип Ардаган, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Миниханов, глава Республики Ингушетия Юнузбек Евкуров, президент Дагестана Рамазан Абдулатипов, послы государств арабо-мусульманского мира, религиозные деятели из разных стран, представители науки, культуры, искусства и спорта. В начале торжественной церемонии у стен удивительного по своей красоте мусульманского храма были прочитаны аяты из Священного Курана. Грандиозный проект реконструкции и расширения Московской соборной мечети был осуществлен под руководством председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, духовного лидера мусульман страны, муфтия Шейха Равиля Гайнуддина. Московская соборная мечеть – это символ нашей веры, нашего единства. День открытия Московской соборной мечети, приходящийся на девятый день месяца Зульхиджа, в день Арафа 1436 года Хиджри, это не только еще одна определяющая веха в истории российских мусульман, но и события государственного масштаба для Российской Федерации, добрая весть для всего исламского мира. После масштабной реконструкции площадь нового комплекса Московской соборной мечети увеличилась в 20 раз – до 19 тысяч квадратных метров. И теперь, благодаря тысячам жертвователей, в мечети могут совершать молитву более 10 тысяч мусульман одновременно. Новый облик мечети, видом своих минаретов, одновременно напоминающий Испасскую башню Московского Кремля и изящную башню Сьюмбике в белокаменном Кремле-Казани, демонстрирует необратимое стремление нашего мусульманства к своим духовным корням, к евразийским основам российской цивилизации и государственности. План реконструкции и строительства мечети был одобрен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Реализация столь грандиозного проекта была бы трудновыполнимой задачей и без поддержки руководства столицей. Особая роль здесь, конечно, принадлежит мэру Сергею Семеновичу Собянину, который приложил максимум усилий, чтобы благое дело было завершено. Говорю слова особой благодарности и признательности нашему брату Сулейману Абусаидовичу Керимову, бескорыстному, достойному сыну дагестанского народа. Лично им и его благотворительным фондам были выделены основные средства в размере 170 миллионов долларов для реконструкции, восстановления старой и строительства нового комплекса главной мечети мусульман столицы и всей Российской Федерации. Одна из старейших мечетей Москвы реконструирована на историческом месте. Она стала крупнейшей в Европе и обрела, безусловно, новый, современный, великолепный вид, достойной столицы, единой, многонациональной и многоконфессиональной страны, достойной России, в которой ислам, хочу это подчеркнуть, по закону, по российскому закону, является одной из традиционных российских религий. Его последователями считают себя миллионы граждан России. Мы признательны правительству Турции, Казахстана за вклад в реконструкцию мечети. Россию и Турцию на протяжении многих веков связывает особая историческая братская связь. Ни для кого не секрет, что именно турецкие мастера занимались украшением облика и внутреннего убранства Московской соборной мечети. Почетным гостем церемонии открытия Московской соборной мечети стал президент Турецкой республики Реджеп Таип Эрдоган. Турция на протяжении всей своей истории была страной, где жили в мире и веротерпимости люди разных вероисповеданий. Богатый исторический опыт мирного сосуществования народов это важное наследие, которое роднит, изближает Турцию и Россию. Сегодня в нашей стране живут десятки тысяч россиян, прежде всего в Стамбуле и Анталии. И я хотел бы заявить, что никогда ни один из них не чувствовал себя каким-либо образом ущемленным. И никогда кого-либо из них мы не отделяли от наших граждан. Я верю, что те же чувства единства с Россией испытывают и многочисленные граждане Турции, живущие здесь. Наши братья по вере и братья по этническим корням, живущие в Москве и в различных регионах общерной России. Поистине, открытие Московской соборной мечети стало праздником не только для мусульман, но и для представителей всех традиционных религий нашей страны. Что еще раз говорит о том, что главная мечеть страны и религия ислам являются символом единства и миролюбия. Долго ждали. Несправедливость ушла. Мечеть есть, очень красивая. Мечеть есть, чем гордиться. Я думаю, все эти храмы – это дум. Когда нет такого храма, нет крыши над головой. И вот я хочу, что вот эта крыша над головой, она объединяла бы людей. Объединяла бы людей не только мусульманской религии, а всех религий тоже. Событие, которое сегодня происходит, оно знаковое, очень важное. Важное не только для России, а важное, наверное, все-таки для всего цивилизованного человечества. Несомненно, Московская соборная мечеть всегда была, есть и будет местом, прежде всего, социальным, важным для многих, не только религиозных сторон жизни общества. Почетное право торжественно открыть Московскую соборную мечеть было предоставлено президенту Российской Федерации Владимиру Путину и главе Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтию шейху Равилю Гайнуддину. 23 сентября стал особенным днем для мусульман страны. Именно в этот день несколько десятков тысяч верующих услышали призыв к молитве с миноретов новой Московской соборной мечети. И с этой минуты началась новая эпоха для некогда небольшого и скромного мусульманского храма в Выползовом переулке. А сегодня грандиозные мечети, привлекающие взгляды миллионов в самом центре столицы, в самом центре страны. Велик простор в стране такой огромный от южных гор до северных морей В союзе братском и в молитве доброй Живут народы Родины моей Бегами меж прогнины косогоров Зубой летом в пури и в туман Среди датсанов Синагог Савора Мечети возвышают свой азарт Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова